Денис Титаренко Коммунальные службы не могут заткнуть фонтан коммунальных проблем. Почему Маркс уже несколько месяцев находится в режиме чрезвычайной ситуации? Не удалось скрыть украденное. В Саратове задержаны угонщики автомобилей, от действий которых пострадали больше десятка владельцев машин. Вода все прибывает. Дом по улице Большая Садовая затапливает не один месяц. Почему коммунальные службы не могут справиться с проблемой, разбирался наш дежурный репортер. На этой неделе в Хвалынске был введен режим ЧАЭС. Это связано с порывом центральной канализации. Как стало известно, инцидент произошел в южной части города. Появилась течь канализационных вод из коллектора центральной канализации. Аварийные службы и органы местного самоуправления приступили к ликвидации возможных последствий, а глава администрации вынужден был ввести режим чрезвычайной ситуации. По данному факту, областная прокуратура по поручению руководителя надзорного ведомства Сергея Филипенко начала проверку, в ходе которой было возбуждено дело в отношении МУП «Водоканал» об административном правонарушении. Кроме того, в адрес директора коммунальной структуры внесено представление об устранении нарушений закона и незамедлительном проведении работ по ликвидации аварии. Контроль за ходом работ по устранению нарушений и ремонту коммуникаций возложен на прокурора города Хвалынска. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется и в Марксовском районе. Город уже несколько месяцев заливает нечистотами из-за порыва канализационного коллектора на одной из центральных улиц. Десятки жителей города вынуждены спасать свои дома, к которым вплотную подошла мутная вода. Проблема обрела такой масштаб, что решать ее приехали представители регионального парламента и профильных министерств. Вместе с ними вывезти на чистую воду местных чиновников попыталась и наш корреспондент Полина Попенец. Жизнь в Марксе продолжает бить ключом, канализационным. Из-за дождя улицу Советская вновь затопила нечистотами вместе с домами и хозяйственными постройками. Сюда вот эта вот нечистота, они попадают в пистевой колодец, а в колодцы поломанный кран. Вот. И куда эта нечистота будет? Значит, что? Мы пьем эту воду. Вот не дай бог, какая-нибудь палочка будет или чего. У нас и дети, и внуки. В общем, мы не знаем, что делать. Уже жаловались и Тополю. Тополь вообще не слушает никого. Никого не слушает. Я не знаю, почему его переизбрали сейчас. История, о которой наш телеканал неоднократно рассказывал, повторяется больше месяца. Поврежденный центральный коллектор местные чиновники никак не могут подчинить. В городе стали выходить из строя и другие канализационные трубы, которые идут от центрального. По словам директора водоканала, если возникает какая-либо неполадка, представители администрации должны делать заявку на соответствующий адрес. Так как была авария и уже трубы изношены, надо администрации ставить вопрос о замене гасителя и коллектора. Администрация нам заказывает, мы производим откачку воды. Ну вот на этой улице конкретно нам никто не заказывает. Администрация нам не заказывает, почему-то не знаю. Стучаться в закрытые двери администрации у людей уже не было сил. Всем городом написали петицию. В ней за отставку главы администрации уже проголосовали больше 7,5 тысяч человек. С просьбой о помощи жители улицы Советской обратились и в региональное отделение партии «Единая Россия», написав обращение к депутату областной думы Александру Гайдуку. На место с проверкой выехала целая комиссия. Сюда приезжают из Саратова, приехали с госжилой инспекции, с капремонта, отовсюду. И все сейчас стоим и будем надеяться, что после этого, конечно, ситуация сдвинется. Тем более, что обратился к прокурору области. И тут просто мы сейчас видим позицию вновь назначенного прокурора по вопросам защиты законных прав жителей. Сейчас 100% будет и комиссия направлена, и по существу разберутся, кто должен делать, что должен делать. И в какие сроки. Представитель администрации Светлана Фролова приехала на аварию вместо главы администрации района. Говорит, проблему пытаются решить. Да и с водоканалом постоянно держат связь. Вы знаете, как это не затянули. Мы вопрос этот уже поставили. Уже сейчас, как бы, ни сегодня, ни вчера, и он был поставлен, этот вопрос. Значит, разрабатываем совместно с водоканалом тоже техническое задание. Здесь все, конечно, в финансирование упирается. Сетуют на нехватку денег. Однако представители региональных ведомств уверяют, проблему города Маркса можно было бы решить уже сейчас. У нас программы по ремонту системы водоотведения, системы водоснабжения, они есть. И если сейчас в рамках финансирования этих программ нужно смотреть, можно ли включить, соответственно, ремонт системы водоотведения в городе Марксе. По словам представителей региональных ведомств, помочь может и специальная инвестиционная программа. Ведь в городе пострадали не только частные дома, но и предприниматели, организации которых тоже затопило нечистотами. Местная администрация в этом случае не должна сидеть сложа руки, а вести переговоры с потенциальными инвесторами. Только вот и жители города, и члены выездной комиссии опасаются, что районные чиновники вновь затянут решение этого вопроса, так же, как и в случае с коллектором. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. До 30 ноября по всей Саратовской области будет проходить активная проверка газового оборудования, которое используется в быту. Речь идет не только о котлах-печках, но и обычных газовых плитах. Большое количество инспекций связано с поручением первого заместителя МЧС России Владимира Степанова, который после взрыва многоэтажного дома в Иваново потребовал проверить газовое оборудование во всех квартирах. В Саратовской области подобное поручение уже исполняется. По словам представителей регионального МЧС, идет активное межведомственное взаимодействие, а также определен перечень основных объектов, которые в первую очередь будут проверены. Основной акцент в настоящее время будет сделан на места проживания многодетных семей, неблагополучных семей, а также тех мест, где мы знаем и где соответствующие органы знают и понимают, что есть какие-то проблемы с обеспечением безопасности таких объектов. Подобная работа, правда, в плановом режиме, по словам представителей МЧС, проводится постоянно. Но теперь до конца месяца рейды будут более частыми и строгими. На этой неделе в Саратове задержали молодых людей, которых подозревают в многочисленных угонах автомобилей. Самыми популярными у злоумышленников были машины ВАЗ-2114 и Приоры. Подробности расследования в нашем сюжете. Вот они срезали отсюда, как раз, знаешь. Вот, вот, вот они срезали как раз, да. Поймали на горячем. В момент задержания подозреваемые как раз занимались перебивкой номеров на очередном угнанном авто. Оперативники вышли на эту подпольную мастерскую, когда отрабатывали серию угонов. Сюда злоумышленники привозили автомобили. Здесь же перебивали номера. А после продавали легковушки в другие регионы. На месте преступления задержали троих молодых людей. Один из них – житель Санкт-Петербурга. Признается, это он был идейным вдохновителем серии угонов. Приехал просто в гости. Так, вот. Ну и все. Сколько пребывал в Саратове? Месяц, наверное, может поменять. Так. Вот. Ну вот и забирал машину. Ну, что еще сказать, я даже не знаю. Ну, это предложение знакомого или твое желание было заниматься этим? Мое? Твое, да. В подпольной мастерской обнаружили шесть угнанных автомобилей. Но за полтора месяца подозреваемые увели 11 легковушек, уверены следователи. Подходящие машины выбирали во дворах. Ночью вскрывали замок и угоняли. Предпочтение отдавали отечественным моделям без сигнализаций. В период времени с сентября по ноябрь текущего года на территории города Саратова совершено 11 фактов неправомерного завладения транспортными средствами. А именно автомобиль ВАЗ «Лада Гранта» и ВАЗ «Ас-1-14» свежих годов выпуска. Оперативники составили список из 70 транспортных средств, которые, по описанию свидетелей, походили на машину подозреваемых. В ходе обыска подпольной мастерской обнаружили не только угнанные автомобили, но и оборудование для вскрытия замков, личные вещи и документы. Владельцев легковушек. Свою вину задержанные частично признали. В производстве следственной части, следственного управления, управление ВД России по городу Саратова находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ по факту хищения автомобилей граждан города Саратова. По продолжению совершения указанных преступлений задержаны двое уроженцев республики Дагестан. В настоящее время им предъявлено обвинение в отношении их избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления и не исключают, что задержанные могут быть причастны к большему числу угонов, обнаруженные в мастерской автомобиле, возвращены владельцам. Эллада Тагиева, Елена Петрова, Саратов, 24. Среди обязательной домашней техники – насос для откачки воды. Без него жильцам дома номер 239 по улице Большая Садовая жить уже невозможно. Здание постоянно затапливает. Жители дома пытаются решить проблему самостоятельно, но вода все прибывает. В коммунальном ЧП разбиралась и наша съемочная группа. Далее рубрика «Дежурный репортер». Всего 10 минут и подвал этого дома полностью затапливает. Юрий Чернышев показывает журналистам, как жители борются с водной стихией в одиночку. Когда были прорывы, вся вода уходит под землю, бочка наполняется за свои деньги, купленная жителями. А управляющая, тьфу, не управляющая компания, она никакого внимания на это не уделяла. Про свою управляющую компанию говорит с неприязнью. Ведь чтобы не уплыть вместе со зданием, жителям за свой счет пришлось покупать насосы для откачки воды. О главной причине всех бед люди узнали из заключения экспертизы, которую сделали первые пострадавшие от потопа, представители соседнего магазина. «Лежат вот четыре трубопровода, и они просто текут, они 80-летней давности. Жители дома, которые с той стороны живут, просто на воде стоят. У них плесень, у них грибок появился, у нас весь подвал затоплен, дом стал садиться, у нас рухнет дом просто». За четыре месяца девять порывов. В коммунальные службы и районную администрацию жители обратились сразу же после первого потопа. Но и те, и другие сначала игнорировали просьбу людей о помощи. На место коммунального бедствия приехали лишь после проверки прокуратуры. «Будем обращаться дальше, пойдем дальше, куда нам деваться? К Путину поедем. У нас представители здесь, куда деваться? Пусть выделят денег нам. А куда? Мы уже уйдем. На стол мы тонем, мы тонем, нам деваться некуда». Деваться некуда вышли на митинг. О своей проблеме говорят представителям администрации. Только вот ответ неутешительный. «Да, она действительно изношенная труба. Но на то, чтобы переложить, к сожалению, у нас, знаете, не только в Кировском районе, но, наверное, и в городе Саратове таких участков, к сожалению, немало, которые нужно было бы переложить. Но средства на сегодня ограничены». Средств едва хватило на то, чтобы заделать предыдущие порывы, говорит Владимир Челышев. Уверяет, что возьмет ситуацию на контроль. Однако пока нет денег, решить проблему можно лишь очередным чопиком. В том, что этот метод надолго избавят от коммунальных бед, жители не верят. А потому надеются больше на приобретенные за свой счет насосы. Полина Попенец, Олег Бурюков, Саратов-24. Мы будем следить за развитием событий. Но если вам нужна помощь нашего телеканала, и вы готовы рассказать о своей проблеме, пишите нам на почту info.sabaka.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. Саратовцы все-таки переведут стрелки. На этой неделе окончательно решился вопрос о возврате региона в третий часовой пояс. Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтении приняли долго обсуждаемый законопроект. Документ предполагает перевод стрелок в Саратовской области на один час вперед. Изначально предлагали сделать это 27 ноября, но по внесенной поправке дату изменили. Жители региона переведут часы в ночь с 3 на 4 декабря. Таким образом, время в Саратове будет на один час отличаться от московского. Эпопея со сменой часового пояса в регионе тянется уже давно. Изначально предполагалось, что время изменит еще в мае этого года. Однако законопроект не успел вовремя получить заключение от правительства России. Депутаты Госдумы одобрили перевод стрелок в первом чтении только в октябре. Смотрите далее в нашей программе сразу после рекламы. Нечеловеческая жестокость. В Саратове прошел митинг против издевательств над животными. Зоозащитники требуют ужесточения уголовной статьи. Сила ума. Вячеслав Максют, а также 300 родителей школьников решили сдать пробный ЕГЭ по математике. Одна из лучших в стране. Детская школа искусств номер один города Маркса стала победителем всероссийского конкурса. Нет живодерам. По всей России прошли митинги против жестокого обращения с животными. Напомню, общественный резонанс вызвала серия видео в социальных сетях, на которых в Хабаровске две девочки мучили и убивали животных. Заведено уголовное дело, однако за защитники считают возможное наказание недостаточным. В Саратове пикет прошел на проспекте Кирова у здания консерватории. О том, чего именно требуют саратовские активисты, в сюжете Анны Антоновой. Если вы видите жестокое обращение с животными, что нужно делать? Директор фонда помощи животным не может сразу ответить на этот вопрос. Обращение в полицию исключает. Говорит, что это не работает. Доказательства у нее в руках. Эту собаку бросили в возрасте 10 лет, но ей еще повезло. Есть очень много случаев, когда спасали животных, которых и резали, и роняли с пятого этажа. То есть люди, к сожалению, у нас не все понимают, что это тоже живое существо. Вот эту боню мы откололи ломом у мусорки. Да, она примерзла задом ко льду. Ее выбросили 31 декабря под Новый год. Мы ее взяли домой погреться и не смогли отдать. Уже 1 января хозяйку собаки нашли, но та не посчитала свой поступок неправильным. Так как собака не была зарегистрирована, привлечь хозяйку к ответственности официально возможности нет. Как и многих других людей, которые увлечены в жестоком обращении с животными. Мы требуем ужесточения 245 статьи УК РФ. Но под ужесточением мы в первую очередь подразумеваем, и лично вот я, и я думаю присутствующие, чтобы статья стала рабочей. Изменить категорию преступления и снизить возраст уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными». Этого требуют зоозащитники Саратова. Они замечают, что нашумевший случай Хабаровский, конечно, вопиющий, но не единственный. Ситуацию в Саратовской области называют критической. Достаточно вспомнить дело в Балакове, когда двое мальчиков отрубили лапы и голову котятам. Их родителей наказали штрафом в 500 рублей. Мы все хотим, чтобы эти люди сидели в тюрьме. Эмоции берут верх над Юлией, когда она рассказывает о несанкционированной травле собак. Добрейшие. Вообще жили собак у нас был. Дети любили. Прибегали там со школы, играли с ними. Просто нашли, он умер в конвульсиях. А трава, кто-то отравил его. Почти каждый в этой толпе волонтер какого-либо фонда или общественной организации. Но есть и просто неравнодушные к проблеме защиты животных. У каждого своя причина участвовать в подобной акции. Я здесь потому, что я хочу, чтобы у моих детей и внуков было светлое будущее. От убийства животных до убийства человека один шаг. Мы вырастили, получается, поколение убийств. И с этим надо бороться. Я хочу обратиться к тем, кто не любит животных. Пусть они уберут руки от них. Просто найдут себе смелость пройти мимо. Участники пикета уверены, самое страшное преступление – равнодушие. По их словам, и власти, и обычные люди должны объединить усилия, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Анна Антонова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. В поселке Дачный на окраине Ленинского района установят спортивную площадку. С такой просьбой местные жители обратились в региональное отделение партии «Единая Россия». И тут же сформировали общественный совет, который будет следить за ходом работ. Тему продолжит Станислав Жижин. У нас абсолютно нет ни спортивных секций, у нас абсолютно нет никакого досуга. Поселок Дачный на окраине Ленинского района сами местные жители иронично называют забытым местом. Нет здесь ни кинотеатров, ни даже парка. Поэтому и обратились к представителям регионального отделения партии «Единая Россия» за помощью в обустройстве территории. Теперь вместе решают, где установить новую спортивную площадку. Место должны предложить сами жители. Просьба большая. Значит, мы сейчас определим место, где устанавливать будем, чтобы это было тоже с учетом вашего мнения. А потом взять под контроль саму процедуру. На встречу пришли не с пустыми руками, а с конкретными предложениями. Уже готов проект будущей спортивной площадки. Будут и велотренажеры, и турники, и установки для занятий воркаутом. При этом площадку сделают антивандальной и травмобезопасной. Забордюриваются все. Зона определенная. Потом она выравнивается слоем, закатывается и устанавливается, укладывается плитка вот эта прорезиненная. Не так давно в рамках партийного проекта в соседнем дворе уже установили детскую площадку. Как отмечают сами жители аттракционов, горок и качелей, хватит для всех маленьких жителей поселка. Вот только детям постарше она не подходит. Им надо что-то более серьезное. Здесь не только школьники, здесь и студентов очень много. И студенты, конечно, здесь студенты вообще очень тяжело. Студенты не могут доехать до города, потому что транспорт фактически не уходит. У нас просто с транспортом большие проблемы. У нас транспорт уходит до обеда, а после обеда куда они у нас разъезжаются, мы не знаем. Еще на стадии проектирования жители смогли предложить не только место для спортивной площадки, но и ее наполненность. По их словам, она будет расположена рядом с уже существующей здесь детской площадкой. А для пожилых людей и молодых мам установят больше лавочек. Это была еще одна просьба жителей. Предложения от жителей поступили по поводу увеличения количества лавочек. Мы обязательно этот вопрос рассмотрим и привлечем к этой работе наших депутатов и областной думы, и городской думы. Потому что к решению и к этому проекту нужно подходить комплексно, так же, как к любым таким вопросам, которые у нас в партии рассматриваются. До конца этой недели, по словам куратора проекта Татьяны Ерохиной, во двор приедут специалисты и подготовят площадку. После чего подрядчик приступит к монтажу инвентаря и обустройству территории. А оценить качество новых всесезонных тренажеров местная молодежь сможет уже в конце ноября. На этой неделе по всей Саратовской области прошло пробное написание единого государственного экзамена по математике. Несмотря на то, что это всего лишь тренировка, все было максимально приближено к реальным условиям. Правда, помимо самих экзаменуемых. Узнать, каково это, писать ЕГЭ решили около 300 родителей и школьников. И даже те, кто больше разбирается в величине физической нагрузки, чем в цифрах. В школьные годы вспомнила и наша съемочная группа. Все как на настоящем экзамене. С собой не должно быть ничего лишнего. И уж тем более мобильных телефонов. В роли экзаменуемых сегодня не только выпускники, но и их родители. Репетиционный ЕГЭ по математике призван показать всем, кто боится. В экзамене нет ничего страшного. Главное – знание. Всегда родители чрезвычайно волнуются, даже, может быть, местами больше, чем свои дети. Это нормальное волнение, это нормальная психологическая составляющая. Но нам хотелось, потому что мы много говорим на родительских собраниях, на различных встречах, что единый год с экзамен – это процедура должна быть штатной для наших выпускников, и что это, в принципе, процедура не такая уж страшная, как многие о ней отзываются. Код предмета вы заполняете. Математика обозначается двойкой. Так как у нас базовый уровень, вы пишете, 22. Перед вскрытием пакета с заданиями – последнее наставление. На школьной скамье сегодня оказался и Вячеслав Максюта. Отец двоих детей он решил на себе испытать, с какими сложностями они столкнутся, когда придёт время сдавать экзамен. Шутит, надеялся на шпаргалки или списать, как можно было раньше. Но здесь такой возможности не дают. Придётся рассчитывать только на себя. Страшно стало, когда всех остальных отсадили от меня подальше. Я понял, что невозможно никого не списать, не посоветоваться. Вот это стало страшно. Я же в какой-то степени бизнесмен, предприниматель. Я должен знать математику. Поэтому считать я могу. А что там придётся считать, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что соберусь и посчитаю. 180 минут, чтобы вспомнить школьный курс математики. После этого все участники экзамена должны сдать документы. Организаторы признаются, для родителей есть небольшая поблажка. Они пишут ЕГЭ по базовому курсу. Здесь и заданий чуть меньше. К тому же они легче. Были присланы специально составленные несколько вариантов, которые перемешаны при упаковке. И абсолютно идентичны экзамену базовой математики ЕГЭ-2017. Они не проще? Ну, база всё равно проще, чем профиль. Потому что профиль предусматривает поступление в ВУЗ, а база – окончание школы. Написать пробный экзамен вызвались 300 родителей и выпускников со всей области. Результаты ЕГЭ подведут позднее и отдадут их лично участникам. Анна Антонова, Елена Петрова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Стала победителем всероссийского конкурса. Детская школа искусств номер один города Маркса завоевала звание лучшей, пройдя нешуточный отбор из 5000 учебных заведений страны. Сильнейшая сторона марксовского учреждения – преподаватели. Они прививают детям любовь к искусству. Каждый четвертый ученик школы-победителя связывает свою жизнь с творчеством. Каких трудов стоит звание лучшего учреждения, узнала Полина Попенец. Рок-н-ролл только на русский народный мотив. За мастерским исполнением Андрея Егорова пять лет упорного изучения игры на балалайке. Это сейчас инструмент слушается рук, говорит Андрей. А вот первое знакомство с балалайкой было болезненным. Пальцы очень болели, там пузыри на них были, очень больно было. Ну и вот, и на правой руке тоже все то же самое было. А сейчас уже все прошло, пальцы огрубели и все. Ну, например, когда уже выучил произведение, там начинаешь играть, уже там отрабатывать все такое. И, ну вот, так классно получается, прям самому даже не верится. Игра на струнах затягивает не только учеников, но и самого преподавателя. Игорь Денисов вот уже 28 лет открывает для ребят мир народной музыки и инструментов. И все, кто проходит его школу, связывает свою жизнь с этим искусством. За свой труд учитель получил звание лучший преподаватель России. Как признается, секрет его успеха – следовать восточной мудрости. Здесь нужно каждый день заниматься. Если ты где-то день-два, ну, бывает, человек заболел или там уехал куда-то. А вообще, вообще, если ты вот день не позанимался, как на Востоке говорят китайские мудрецы, день занятий пропустил, месяц потерял. Месяц не позанимался, полгода потерял, полгода не позанимался, пять лет потерял. Раз, два, раз, два, на рожь! Но в стенах первой детской школы искусств Маркса ученики не теряют ни минуты. Класс хореографии, изобразительного искусства, резьбы по дереву и даже моделирование костюмов. В каждом кипит творческий процесс. Работа этих ребят постоянно побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Это и стало определяющим критерием, по которому школа прошла отбор и стала победителем общероссийского конкурса в 2016 году. Учреждения включили в топ-50 лучших детских школ искусств. Конечно, очень сложно было нам решиться на этот шаг, потому что в России 5127 школ искусств. И даже стать победителем в нашем регионе, это почетно, уже если выйти на такой уровень, это гордость и, конечно, большая ответственность. Мы теперь перед коллективом тоже поставлены задачей соответствовать. По правилам конкурса звание «Лучший» дается только один раз. Но, по словам директора Светланы Жуковой, останавливаться не намерены. Ведь Марксовская школа – первая и единственная участница европейского проекта «Культура без границ», где ученики демонстрируют свои таланты уже на международном уровне. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. Увидеть красоту Хвалынска теперь могут даже те, кто не планирует путешествия в этот город. С его видами, историческими местами и замечательной природой жителей области знакомит новая передвижная выставка. Она является итогом работы пленеров, которые проходили в августе в рамках фестиваля творчества «Хвалынские тюды». Картины художников из разных регионов России уже посмотрели саратовцы и жители Энгельса. Где сейчас представлена экспозиция и куда она отправится? Подробнее в нашем сюжете. Активные дискуссии в картинной галерее Вольска. Посетители обсуждают работы, привезенные из областного центра. Сотни экспонатов – это передвижная выставка картин, написанных этим летом в Хвалынске на фестивале пленеров. Первыми свое заключение дают эксперты. Юрий Петров – вольский художник, постоянный участник пленеров в Хвалынске. В этом году, правда, увидеть масштабное мероприятие не смог, подвело здоровье. Но атмосферу, царящую в соседнем городе, в августе художник смог прочувствовать по работам своих коллег. Многие работы понравились. Прямо до боли есть. Настолько ярко выражен характер самого Хвалынска, то, что я его знаю, я там писал и бывал. И схвачен сам характер города. Вот это важно для меня, когда художника. И я вижу, тут многие прониклись именно городом. Сначала в Хвалынском прониклись авторы, а теперь с их помощью это сделают все жители региона. По задумке инициатора Всероссийского культурного проекта, председателя Госдумы Вячеслава Володина, выставка стала передвижной и уже экспонировалась в Саратове и Энгельсе. Теперь приехала покорять сердца жителей Вольска. Идея замечательная. Мы очень рады, мы приятно нам все это вот увидеть и чтобы передалось это другим поколениям. Почаще нужно, чтобы было таких вот, такие выставки. Вот именно просвещать нужно народ обязательно и детей, и стариков, и молодежь. Ну это неплохая идея привести сюда картину, потому что искусство приходит в малые города. Для жителей Вольска эта выставка имеет особое значение. Несколько картин, представленных на экспозиции, написаны их земляком и теперь передвигаются по всему региону. По словам автора, еще год назад он не мог себе представить такого живого интереса к работам. Волынские пленеры, ну они и раньше были, выставки происходили только, ну допустим, в Волынске, в Саратове. Допустим, да? Сейчас при поддержке, значит, власти эта выставка может переходить из одного города в другой. Побывать в Волынске, не уезжая из Вольска, местные жители смогут в течение месяца. Выставка будет доступна для всех желающих до 5 декабря. Сразу после этого все картины отправят в Балаково и представят в местной галерее. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. Таковы были главные новости этой недели. Оставайтесь с нами, будьте в курсе самых интересных и актуальных событий. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи на канале Саратов-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова